доброе утро коллеги с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день среда 12 сентября и начинаем наш разбор как всегда с пары евро доллар а вчера во вторник 11 сентября евро доллар смог закрепиться выше максимум которые были зафиксированы в понедельник что дает некую остановку в том нисходящем движении которое дошло до уровня 1 1529 и в этом случае если цена не обновить минимальное значение которое было зафиксировано вчера то можем ожидать возобновления роста а значит и начала коррекции по данному инструменту данный сценарий подтвердится в том случае цена уйдет выше отметка 1 1660 максимум который был зафиксирован а 6 сентября ну а в свою очередь уход ниже минимальной значений вчерашняя торговая сессия вернет данное направление вновь к продажам по паре британский фунт американский доллар сохраняется тенденция восходящая на этой неделе смогли преодолеть максимальное значение конца августа которые были зафиксированы по цене 1 30 35 и движемся дальше по направлению 1 32 26 ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 1 29 62 по паре американский доллар канадский доллар сохраняется тенденция нисходящая цели по снижению во-первых уход ниже минимальные значения вторника затем движение по направлению 1 28 84 возврат к покупкам по данному активу будем рассматривать в том случае цена сможет закрепиться выше максимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 1 31 72 а по паре американский доллар японская иена вчера мы увидели преодоление максимальные значения которые были зафиксированы также в понедельник но среднесрочно мы видим тенденцию нисходящую поэтому краткосрочно в рамках часовой таймфрейма тенденция сохраняется на повышение но в среднесрочной перспективе общий тренд идет а нисходящий и говорить о покупках с более серьезными целями например движение на 112 47 мы сможем только после ухода выше уровня максимальные значения которые было зафиксировано 5 сентября по цене 111 75 по паре австралийский доллар американский доллар сохраняется тенденция нисходящая мы видим небольшую остановку в начале этой торговой недели в том случае если австралий сможет закрепиться выше максимум которые были зафиксированы на этой неделе а именно выше уровня 1071 28 то можем ожидать начала коррекционно восходящего движения по данному активу обновление минимумов даст предпосылки на снижение дальше уже до отметки 68 95 по паре еврофунт сохраняясь тенденция нисходящая цели по снижению это область 88 42 а вас ближайший разворотный уровень по данному инструменту рассматриваем на максимальное значение вторника которому зафиксирован по цене 89 37 золото на текущий момент продолжает свое движение нисходящее остановились в области минимальные значения которые были зафиксированы а 4 сентября это уровень 1189 долларов за турскую унису пока ниже его уйти не смогли но тем не менее направление сохраняется нисходящим с целями до 1179 но в свою очередь если мы увидим уход выше максимальные значения которые были зафиксированы этой неделе в области 1200 долларов за тройскую унису то можем ожидать вновь начала коррекционно восходящего движения по золоту а нефть марки brent вчера укрепилась до уровня 79 34 там находилась у нас целевое значение для восходящего движения следующие цели это уход уже выше данного значения движение на 80 72 и 81 соответственно возврат по продажам а будем рассматривать том случае цена сможет уйти ниже минимальные значения которые были зафиксированы а в понедельник по цене 76 68 по индексу дакс на текущий момент сохраняется нисходящая но здесь мы также видим некоторую остановку в том нисходящем движении которое было последние сколько недель цели по снижению движения в области 11696 уход выше максимумов 10 сентября даст предпосылки на начало восходящего движения с целями роста до 12 тысяч 413 и 12 тысяч 800 соответственно а по биткоину сохраняется тенденция нисходящая доходили до минимальной значения в области 6000 за один биткоин а возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальные значения которые были зафиксированы в диапазоне 6350 6420 долларов за один биткойна пока торгуемся ниже данного уровня тенденция нисходящая сохраняется и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях всем желаю хорошего торгового дня и до свидания